Антарктида На самом деле в мае и июне в южном полушарии начинается зима и никакие подлодки никогда бы туда не дошли. Это популярная в интернете фотографии откровенный монтаж. Но факт есть факт. Сразу после войны к берегам Антарктиды выдвинулась огромная армада военно-морских сил Соединенных Штатов. Такого скопления боевых кораблей и самолетов Антарктида не видела ни до, ни после. Министр ВМС США был тогда весьма откровенен. В мире существует лишь одно нетронутое хранилище полезных ископаемых. Этот регион известен как Антарктика. По площади она превышает США и Европу вместе взятые. Американское правительство отправляет туда военно-морскую экспедицию. Те события перед нынешним юбилеем мы вспомнили с главой МИД России. Антарктида, ну, поначалу, после ее открытия, конечно же, была лаковым кусочком. Все хотели застолбить там себе какую-то территорию. И доходило даже до серьезных обострений межгосударственных. Стреляли. Ну, треть земного шара. Этот ветеран советской дипломатии занимался Антарктидой десятилетиями. Так что там в договоре-юбиляре? Договоре, который определяет Антарктиду как всеобщее достояние и зону мира? Ну, пять основных положений. Первое. Антарктида не должна использоваться в военных целях. Но как же на это согласились? Здесь свою роль сыграл уже Советский Союз. Из Антарктики к родным берегам, завершив девятый рейс, подходит китобойная флотилия «Слава». Слава-то слава. Но вообще-то с 38-го по 45-е это судно, которое на этой хронике встречали в порту Одессы, называлось «Викингер». Советский Союз получил его в счет репарации Германии и сразу выдвинул в Антарктиду. Победитель соревнований среди судов флотилии китобоя «Слава-5» дает салют. Но и из такого выстрела американцы все поняли, что русские не откажутся от своего права на Антарктиду как первооткрыватели. Но все было еще сложнее. А были ли попытки объявить Антарктику тоже принадлежащие кому-то? Да. Посмотрим на то, какие страны или владения каких стран, скажем так, смотрят на Антарктиду. Это, например, Австралия и Новая Зеландия. Это, например, французский Кергелен и провозглашенный норвежским остров Буве. Вот продлевая от них меридианы до Южного полюса с начала 20-го века антарктический пирог и стали резать на национальные дольки. При этом британцы, аргентинцы и чилийцы оформили заявки на одни и те же земли в Антарктиде, продлевая меридианы от спорных территорий. Например, от фалклендских Мальвинских островов. Англо-Аргентинская война 82-го года за фалклендом Мальвина иллюстрация того, что могло бы быть и с Антарктидой. Эти острова только чуть севернее, 60-го градуса, ниже которого, по договору, начинается зона мира. Стало начинаться. Да, действительно, целый ряд стран в прошлом веке заявляли свои претензии на часть материка и прилегающие воды Южного океана. Треугольнички такие рисуют. С этими секторами, да, треугольнички. Советский Союз и Соединенные Штаты в то время совместно выступили с заявлением о категорическом непризнании каких-либо претензий и несогласии с делением Антарктиды на сектора и за сохранение Антарктиды в качестве, если хотите, всеобщего достояния человечества. Но как было Москве и Вашингтону выработать договор, который бы заставил других отказаться от своих претензий? В итоге придумали хитрый принцип. Претензии не отменены, но заморожены. Вот вам молчаливое взаимопонимание, компромиссное. Не отказываюсь от заявленных претензий, но и не препятствую работе других. То есть получается, что позиция России и Америки по Антарктиде один из тех примеров, где полные единодушия Москвы и Вашингтону? Да, как вы сейчас подсказали, этот опыт надо использовать и в современных конфликтах. Но еще пять лет назад, когда мы проводили в Антарктиде рекогностировку под памятник Беллинсгаузена, ситуация опять выглядела тревожной. Коренные жители этой части света, это, понятно, пингвины, но вот сейчас только на этот сектор Антарктики претендуют сразу три страны. То есть в свои цвета на мировой карте они раскрашивают этот сектор. Это Британия, это Аргентина и это Чили. Сейчас мы идем в сторону ручья, который здесь, на острове Ватерлоо, условно разделяет российский и чилийский сектор, но это между базами, не в плане суверенитета. Но вот какая история. Впадает этот ручей в океан, а вот дальше морской шельф, он кому принадлежит? Оказывается, вот этот вопрос Международный Антарктический договор вообще никак не описывает. И уже нашлись претенденты на то, чтобы объявить территориальные претензии на шельф. Не будем забывать, что еще в 47-м году сказал и министр ВМС США. Помимо этого, правительство США хочет исследовать сокровища Антарктики и рассказать об этом всему миру в интересах всего человечества. Но про уж и все человечество это глукавство. Между тем, судя по соседним землям, в Антарктиде могут быть и нефть, и газ, и алмазы. Есть ли? А это никто не знает. Ведь узнать, есть или нет, надо исследовать. Опять же, в этом очень удачном договоре об Антарктике нет слов о запрете на добычу ресурсов. Но добычу можно вести лишь после того, когда будет признано, что эта добыча может быть допустима и не наносить вред. Видите как? И запретили, и не запретили вроде, а фактически запретили. Другое дело, что ползучая суверенизация все-таки идет. Например, некоторые страны объявляют в кавычках своих водах зоны особой экологической защиты. Но больше все-таки позитива. Вот ведь, когда на чилийские базы в Антарктиде прилетал генерал Пиночет, который у себя в стране нещадно убивал и сажал коммунистов, а с Советским Союзом разорвал дипотношения, то, как рассказывают российские полярники, в Антарктиде он с советскими все-таки общался. Чилийцы тогда лечились у советских врачей. Полярное братство вообще тема особая, вне политики. Где вообще гарантия того, что договор продолжит работать, что не скатится мир когда-нибудь к конфликту вооруженного? Договор об Антарктиде? Да. Я думаю, что ни у кого нет настроения этот договор подрывать. Каких-либо признаков того, что договор будет подвергаться испытаниям, мы не наблюдаем. Но ухо надо держать в остро. А вооруженная борьба разве нужна России? Нет. Особенно сейчас. Мы за мир. Ну, с наступающим твоим юбилеем, 60 лет договору и 200 лет открытия. Спасибо, Сергей Ильич. Спасибо вам.